Загадочная русская душа. Это, как принято считать в России, некое совершенно уникальное, особенное, едва ли не мистическое явление, которое, мол, отличает русских от всех остальных народов. Западные люди, ученые, философы со своими простыми рациональными умами, будто бы не способны постичь эту бесконечную духовную глубину, которой обладает русский человек чуть ли не с самого рождения. Однако, на самом деле, все гораздо проще и банальнее. Загадочную русскую душу просто придумали, и не так уж и давно, всего-то лет 150 назад, в 19 веке. О ней написали в книгах, которые быстро вошли в моду и стали основой для создания мифа, который продолжает жить до сих пор. Перед нами не глубокая истина, а тщательно сконструированная иллюзия. Тот самый народ, те же крестьяне, которых в 19 веке наделили мифической глубиной русской души, едва ли были в курсе этой своей якобы уникальности, потому что банально не умели читать. Русская крестьянская масса, жившая в невежестве и рабстве, была далека от тех духовных исканий, которые ей приписывались. Этот разрыв между мифом и реальной жизнью привел к тому, что цивилизованный мир в начале 20 века с ужасом наблюдал за тем, что на самом деле таит в себе пресловутая русская душа. Когда революции и гражданская война вырвали на поверхность истинную суть российского народа, иллюзии о его загадочности разрушились словно карточный домик. Вместо страдающего загадочного героя мир увидел хаос, жестокость и безжалостные убийства. Русская душа оказалась вовсе не загадочной, а вполне объяснимой, если учитывать те исторические и социальные условия, в которых она формировалась. Но как этот миф сумел выжить после стольких исторических потрясений и трагедий? Благодаря чему он живуч настолько, что на этом фундаменте Россия продолжает строить свои имперские амбиции и оправдывает жестокие войны. И самое интересное, кто же именно этот миф создал? Смотрите далее, будет интересно. Но в начале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на патреон и buy me coffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Миф о загадочной русской душе – это не просто культурная особенность, воспитая в книгах. Это инструмент, который российская власть веками использовала для манипуляций. Этот миф стал своеобразным щитом, за которым можно скрывать любую агрессию, любую жестокость, любое нарушение прав человека. Ведь если душа русская загадочна, значит никто, кроме самой России, не может ее понять. Это как универсальная отговорка. Мы такие, какие есть, и вам нас не понять. Политическая элита, начиная еще с царских времен, а затем и в Советском Союзе, активно культивировала этот миф, чтобы оправдать свою политику. Странные поступки государства, жестокие войны, подавление свобод – все это можно было объяснить особым менталитетом и непонятной душой. Мол, так уж у нас заведено. Не для того мы веками страдали, чтобы жить по вашим западным правилам. Прекрасная иллюстрация загадочности русской души описана в известном рассказе Лескова «Левша», в котором английский мастер сделал точную копию блохи с механизмом, чтобы его блоха прыгала. Мастеровой левша же переплюнул англичанина. Он эту блоху взял и подковал. Потрясающее свидетельство мастерства, правда, подковать блоху. Но мастерство это абсолютно бессмысленное, потому что подкованная блоха уже не могла прыгать, механизм был сломан. Так в чем же загадочность русской души на примере левши? Самую точную формулировку этому дала более десяти лет назад писательница Людмила Улицкая в интервью Познеру. Правда, она привела в пример другое произведение, написанное военным преступником Прилепиным. Но тем не менее. Загадочная русская душа по версии Улицкая уловила самую суть мифа, который в буквальном смысле ставит цель выше ее логического оправдания. И здесь заключена вся парадоксальность мифа о загадочности русской души. Стремление к великим достижениям часто идет вразрез с элементарным здравым смыслом. Эта черта, столь романтизированная в литературе, на деле становится причиной исторических трагедий и жестоких преступлений против человечности. Миф о загадочной русской душе продолжает жить, оправдывая бессмысленные поступки, в которых здравый смысл уже давно уступил место хаотичному стремлению к абсурдным целям. В советское время миф о русской душе стал почти священным. Он использовался для того, чтобы оправдать любую жертву во имя общего блага. Когда людей отправляли на погибель, когда миллионы гибли в лагерях, все это объяснялось через величие и самопожертвование загадочной русской души. Эта душа должна была принять все – и страдания, и тиранию ради высшей цели, которую, конечно же, понимали только в Кремле. И сейчас этот миф продолжает играть свою роль. Когда Россия вторгается в соседние страны или нарушает международные законы, мы слышим знакомую риторику. Запад нас не понимает, у нас особый путь, у нас уникальная душа. Миф живет и процветает, прикрывая все те действия, которые в других странах назвали бы диктатурой или агрессией. Это удобно – строить свое имперское мышление на идеи, что русским дозволено больше, потому что они какие-то особенные. Даже оправдание действий военных можно свести к тому, что за непостижимым, загадочным менталитетом всегда есть нечто более высокое, чем просто жажда власти или территорий. Миф о загадочной русской душе давно стал фундаментом для многочисленных стереотипов, которые искажают восприятие русских как народа, словно обреченного на вечные страдания и трагедии. Эти стереотипы романтизируют боль, создавая образ народа, для которого страдания не просто жизненные обстоятельства, а почти духовная миссия. В результате любой кризис, любое бедствие или даже жестокость, исходящее от самого народа, оправдываются этой мистической загадочностью. В массовом сознании, словно по некоему негласному соглашению, укоренилось убеждение – если русский народ страдает, значит на это есть какая-то высшая причина. Однако реальность далеко не столь поэтично. Под маской загадочности часто скрываются вполне конкретные социальные и политические механизмы, которые обесценивают человеческую жизнь и оправдывают бездействие перед реальными проблемами. Взять хотя бы массовые репрессии в СССР, когда миллионы невинных людей стали жертвами режима. Здесь уже не о каких-то высших смыслах идет речь, а о циничной политической системе, где человеческая жизнь стоила ничтожно мало. Но миф продолжал работать. Страдания народа представлялись как некая неизбежная часть его судьбы, вместо того, чтобы признать это следствием жестоких репрессий. Этот стереотип создает и другой вредный эффект. Он стирает грань между ролями жертвы и агрессора. Исторические примеры показывают, что русская страдательность, часто идет рука об руку с жестокостью по отношению к другим. Сколько раз в истории внешние агрессии оправдывались тем, что русский народ страдал и поэтому заслуживал компенсации. Вторжение в соседние страны и захват территорий не раз обосновывались тем, что русские просто реализуют свое право на защиту или восстановление утраченного, ведь они слишком долго страдали. Кроме этого, миф нивелирует реальные проблемы, такие как бедность, социальное неравенство, отсутствие прав и свобод. Бедность становится чем-то почти духовным, чем-то, что русский человек должен терпеть, потому что такова его судьба. Неравенство? Ну что ж, русская душа всегда находила радость в страданиях, так зачем же что-то менять? Миф о загадочной русской душе, несмотря на многочисленные исторические потрясения и трагедии, оказался невероятно живучим. Но как так получилось, что этот миф не только выжил, но и стал фундаментом для имперских амбиций России, оправдывая жестокие войны и агрессивную политику? Ответ лежит в самом его происхождении и в том, как он был адаптирован и использован. Происхождение этого мифа прослеживается в литературе девятнадцатого века, когда критик Белинский и такие писатели, как Достоевский и Толстой, начали формировать образ русского народа как глубокого, страдающего и в то же время великого. Их произведения были наполнены нравственными и этическими вопросами, создавая впечатление, что русская душа отличается особой внутренней сложностью, трагичностью и уникальностью. Этот литературный миф быстро укоренился, поскольку он был выгоден как для российской интеллигенции, так и для власти. Для первых, это была попытка придать народу более высокий статус в культурном и философском плане. Для вторых, инструмент для укрепления национального самосознания и легитимации власти. Миф о загадочной русской душе оказался идеальной конструкцией для поддержки имперских амбиций России. Он не только объяснял и объясняет жертвы и потери, но и оправдывает агрессию, ведь если русский народ столь уникален и страдателен, значит он вправе диктовать свои условия и защищать свои границы любыми средствами. Этот миф создавался и культивировался в литературе, но позже стал мощным инструментом в руках власти, которая использовала и использует его для манипуляции народным сознанием и оправдания своих действий. Если миф о загадочной русской душе исчезнет, Россия рискует исчезнуть вместе с ним, ведь без этого искусственно поддерживаемого образа страна будет вынуждена столкнуться с суровой реальностью, которая разрушит ее имперские амбиции и лишит ее той мистической идентичности, на которой она веками строила свое существование. Но этот миф обязательно исчезнет вместе с проигрышем России на полях российско-украинской войны. Аминь, Россия! Субтитры создавал DimaTorzok